Привет всем! Сегодня у меня третий выходной день, и сегодня я собираюсь проехаться по нашим, по местным магазинам. Знаете, вчера мы с мужем провели целый день в большом городе, миллионный город, ну миллион, не миллион, я не знаю, сколько их там, но близко. Не важно. Важно то, что у них очень много всяких этих шоппинг-моллов, и дилерс проверили, и за 350 долларов сапоги там я смотрела, и в общем-то ничего мы не нашли. И сейчас я вернулась обратно к себе домой. Малыш на скейтборде. И скорее всего, что он меня не слышит в наушниках. Вот, и вернулись домой, и сегодня я хочу просто проверить по нашим магазинам, потому что даже вчера я уже поняла, что в наших магазинах еще и не так плохо, как я думала. Я думала, что у нас плохо, но я посмотрела, что там, еще хуже. Короче говоря, я хочу сказать, что 5 лет я здесь без всяких сапог, они мне не нужны. У меня есть полуботиночки, которые такие демисезонные, знаете, даже не на меху. Мне этого вполне достаточно, потому что на улицу мы, только на работе, мы на улицу не выходим. Если 32 на градуснике, 32 по Фаренгейт, мы остаемся внутри. Мы не выходим по морозу вообще никогда с детьми. А остальное все время я в машине, мне не надо ничего. Я перебежка, у меня ни шапки, ни рукавиц как таковых нет. Обычно капюшон набросил, и вот какие-то демисезонные полусапожки, и все. Это все. Но сапоги мне хочется, знаете, как бы иногда просто пора, ну как это сказать, это по-русски, повыпендриваться. Так просто, для разнообразия, для разнообразия, как старые добрые времена. Вот, мне хочется. Сейчас я нарушаю все правила, еду через парковку, вот так прямо, на. Сейчас я начинаю вот с этого магазина. У меня вот этот мой первый магазин, это Акейта, где все такое, знаете, хиппи, бохо, все перемешан в стиле, ковбой. И там у них есть кое-какая обувь. Вот эти сапожки. Посмотрим, какие есть ли размеры мои. Вот такие. Купила сапоги. Прямо так сразу же с налету. Думаю, а что думать-то долго? Сейчас покажу вам. Буквально первые машины еще все увидите. Они высокие довольно-таки, но вот такие вот они, смотрите. Такого цвета коричневого, конечно же, не самый мой такой любимый. Тут две вставки, это замшевая, это как бы кожа идет. Небольшой каблук, круглый перец. Ну, в общем, вот такие вот, смотрите. Самые такие простые. Мне они понравились, мне они сели как бы. Нормально, я так думаю, что я найду что-нибудь под них. В любом случае, если даже я передумаю, всегда можно их вернуть обратно. И стоят они всего 45 долларов. Красота вообще. Красота. Я не стала долго думать и взяла сапоги. Думаю, если я передумаю, я всегда могу их вернуть обратно. Я же их не собираюсь еще пока носить. Это аж я буду их носить, дай бог, если в январе-феврале. Но дело в том, что вот сейчас самый сезон, когда они приводят что-то новенькое, и когда абсолютно все размеры есть, нужно ловить вот этот момент. Потому что мой размер очень быстро разбирается. Ну, вообще, наверное, любой размер разбирается, если его привозят по одному. Вот. Сейчас еще у меня три места, но я поеду посмотрю так вот, чтобы иметь такую картинку, знаете, перед глазами, что мы имеем. Вот такие реально сапоги. Вчера даже я нигде не видела. Не видела. Мы были вот в этом большом городе, попереходили там везде. Такое вообще страшненькое стояло за 350 долларов. Эти стоят 45 долларов вообще. Почему нет? Вот. Сейчас я хочу повернуть, но что-то как-то вот у ребят здесь все. Систем куда-то надо. Ну, давай, 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 заворачиваешь, заворачивай. Блин, люди вот когда заворачивают, я не люблю когда. А потом у них, когда половина попы останется на улице, они почему-то решают притормозить. Вот непонятно мне вот это зачем. Что за стратегия такая? Типа, зацепи мой правый борт. Вот он наш, еще один магазин такой большой. Но большой, это не значит, что там много всего хорошего. Кроссовок, кстати, большой выбор. Ну, вот эти ботинки я уже где-то видела. Такие вот, видите, ну, какие-то не очень. Тоже вот это вот не очень. Индиго что-то, 29,99. А вот. Такие вот. Грязь смесить. Даже для грязи. У нас нет грязи. Мои любимые кроссовки. Вот эти вообще, я не поняла, они что? Это женские, вообще секция женская. Вот эти вообще очень-очень легкие. 16,98 класс. Покажу, какие у нас есть сапоги. Вот эти сапоги в прошлом году все носили. Мне интересно их. Ну, вот эти вот, ну, куда они годятся? Никуда. Вот такие вот они, вот здесь широкое. Только не падай. Широкое очень голенище. Это широкое голенище плюс страшное. Вот эти я сегодня мерила. Вот эти единственные, которые мне подошли. Вот эти вот единственные, которые мне подошли. Вот, они стоят вот 60 долларов. Такие же, только черные, да? Да, черные такие же. Тут же стоят 60 долларов. Вот эти мне вот больше понравились. Они вот вроде как смотрятся в коже. Это все демисезонные, они не зимние. Это ГЕС. И они стоят вот 70 долларов. Крю гораздо лучше, чем то, что мы видели вчера. Эти можно было бы взять. Но они у меня здесь широки. Даже я мерила на свои спортивные штаники. Потому что обычно я ношу с джинсами. Все равно большие. Но вот эти вот смотрите на кого. На кого. Ну, очень большие. Очень. Если мне вот эти широкие. Вот эти еще на 2 сантиметра шире. А так, в принципе, они ничего. Нормальная высота, там нормальная все. Ну, это уху-ху-ху-ху-ху. Хо-ху-ху-ху. И опять же, все широкие. Все болтаются. Дальше идут ботиночки. Вот такой ботиночек. Not rated. Зато 70 долларов. Not rated. Вот это Dolce by Mojo Maxi. Что стоит такое? Пожалуйста. 39,98. Вот такие вот наползуны. Ну, типа такого у меня что-то есть. Дальше. Здесь я не смотрела. Тоже смотрела. Но мне из таких нужны только что-нибудь совсем без каблука, удобное, чтобы можно было весь день выстоять. Вот видите, вот это детское. Я даже сегодня смотрела вот эти вот, посмотрела уже, померила, но нет моего размера. Есть только красный моего размера, красный, красный мне не хочется. Вот такие, смотрите, индейские мотивы. Вот, потом я померила вот этот ботинок. Просто ни о чем, да, просто ни о чем. В общем, такой удобный, это невозможно просто удобно. И вот эти очень удобные. Вот эти я, скорее всего, себе какую-нибудь возьму, если я найду свой размер. Rocket Dog. Но мой размер вот только черный, черный мне не хочется. Вот, и из ботинок еще вот такие вот, ну это какие-то детвора, знаете, детвора, детвора. Дальше пошли уги. Уги, уги. Ну, такие, может быть, уги надо все прихватить. Тоже 60 долларов уги стоят, да? Или вот такие, ну страшные они. Дальше пошли ковбойские сапоги. Иногда ковбойские легче купить, резиновые. Ковбойские нужно ехать в специальные магазины там и купить. Смотрите, вот какие для особо холодной погоды. Особенно вот эти. Они там все полностью меховые. Мех, конечно, не натуральный. Дутые. Под пуховик. Есть такие белые. Есть вот такие черные. Подошва суперудобная. Она там какая-то идет, знаете, как? Для... Называется она обувь комфорт. Комфорт. Комфорт это значит удобство. Или вот такие типа тоже, да? Детвори хорошо. Или вот, смотрите, Timberland. Кто хочет такие. Ну вот это вот и все. Дальше там пошли эти туфли-туфли. Сейчас только один покажу красоту. Смотрите, какая. Какой, да? Или вот. Светочку. А вот такие же, только золотые. Это, я так понимаю, девчонка, которая танцует. Ну вот это вот для танца. Кто танцует профессионально. А так у нас вот, пожалуйста, золото, серебро. Пошли черные. Вот, ну в общем-то все. И, как я сказала, вот из этого мне понравился вот этот гес. В принципе, можно было взять его бы. Но он широковат. Вот и пока размер мой есть. Сейчас могу их померить, кстати. Вот смотрите. Видите, насколько широко. Тут еще у меня вот, может сколько, три пальца вместиться. Это у меня сейчас на отреку. Джинс, ну чуть-чуть побольше. Но все равно будет широко. Широко. Вот отсюда. Вот это гес. Это был гес. Вот. И вот вы увидите, что в третий день, можно сказать, я посвящаю магазинам. А я не потратила много. Я не потратила много. Я, наверное, в первый день потратила, не знаю, долларов 60, наверное. 80. Вот так скрипя сердце. Ну не знаю даже. Наверное. Ну меньше 100. Вот. Вчера потратила. Я купила себе только одну курточку, которая стоила там мне 70. Со скидкой она была 77 долларов. Вот это и все. Ну сегодня еще 45 долларов. Я купила себе сапоги вот только-только. И вот это и все. Видите как? То есть не получается так, как-то с размахом пошупиться. Не получается. Потому что не хочется покупать, что попало, чтобы потом донатить. Донейшн это все отдавать. Потому что столько у меня сейчас и обуви, и одежды, которую можно... Ну одежда с одеждой проще, потому что она застирывается быстро. Ее уже просто ну никак нельзя одевать. У меня много одежды, которая еще целая, скажем так. Ничего с ней не случилось. То есть я не падала, коленки не разбивала. Понимаете? Но она уже выглядит не так. Подождите, мне же вот сюда надо. Вот, но она уже выглядит просто несколько стирок и все. Вот такая вот здесь одежда. Она какая-то такая, знаете, не очень такого что-ли качества хорошего, я бы сказала. Очень быстро застирывается. Сейчас еще пойду проверю Джи Сипене, потому что Дженни очень рекомендовала, сказала. Она себе там купила несколько пар сразу же. Только не у нас тут Джи Сипене, а где-то в другом городе. Да, кстати, тоже обувь можно посмотреть в Маорисе. И не будет таких больших совпадений. Потому что вообще-то они тут не могут быть больших совпадений. Привозят вот по одной размеру. Обычно 4 пары привозят на город. Вот мне тоже нравится. У меня когда-то были такие сапоги такого цвета. Оливкового. Только были замшевые. Смотрите, сзади замочек. Вот такие вот. И сколько он стоит? 59 долларов он стоит. Не, я свою 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 размеру померяю. А волноваться не о чем, потому что размера моего, как обычно, нет. Здорово, да? Вот эти оказались очень даже удобные. Вот они так вот смотрятся. И совершенно практически нет стиля по ноге они. Эта этикетка там из-за приема была. Они такие мягкие. Ее взяла наполовину меньше, а они вообще супер просто. Я вот тут уже обложилась. Вот такой ботиночек, например, тоже. Такой небольшой. Видите, храмовый каблук. Сантиметра вот 4. И, смотрите, совершенно без сапога каблука. Вот такие сапожки. Причем плотно-плотно. Показываю с другой стороны, чуть поближе. Вот такой вот сапог, сапожок. Какой-то типа замша. Ну, в общем, такой на нем мягкий, короче говоря. Вот такой маленький каблучок. Я думаю, все это моющиеся, ничего такого страшного. Вот здесь кленища села как раз. Они 49 долларов. И вот эти 49 долларов тоже. Вот замша. Короче, сейчас покажу, как они ближе. Вот они, видите, на полке стоят. Это одни. И вот еще вторые. Вполне такие обыкновенные, нормальные сапоги. За 49 долларов. Эти вот сколько? Эти 59 долларов. А вот те 49 долларов. И вот те полусапожки я тоже померяла. На, как бы, совсем-совсем плоском еще пока ничего не нашла. Вот так. Маурис, в принципе, ничего-ничего. Молодцы. Тут еще, вот видите, такие самые-таки простые. Это Джесси Пенни. Сейчас я иду сразу же к обуви. Смотрю, у них там тоже довольно-таки прилично всего. А вот она пошла и кожаная обувь. 120 долларов, видите? И сегодня на нее распродажи не распространяется. Маленький каблучок. Вот такие вот почки. Кожаные. На тоненьком каблучке тоже 120 долларов. Вот такие батальончики тоже 80. Уинд Моя. Угу. Классные львы. Вот сапожки тоже. Кожа. 90 долларов. Здорово. Короче, есть-то есть, но нет моего размера. Как обычно. Спортивно. Все, идем дальше. Короче, есть еще несколько магазинов. Но, ладно, уже в следующий раз. Сегодня я уже довольна, что я нашла кое-что себе. Если даже они мне не подойдут, я теперь знаю, что в Маурисис я могу прийти и... Вернее, заказать себе онлайн. Не проблема. Я, по крайней мере, знаю, как они выглядят и как они сидят на ноге. И что это моя полнота на ноге. Очень удивительно. Все, разъезжаемся по домам. Сегодня, видите, довольно-таки так активный шопинг. Потому что праздник.